Мама 18 детей. Давай, собирай вещи и домой едешь. А она сама как себя чувствовала в этот момент? Ну что ж, не говори, машину сломалась. Все из-за тебя. Ты дочку отвез. Потому что баба и так захотел. О, Господи, это очень как-то. Она такая маленькая, такая... В студии Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Сегодня мы в гостях в Татарстане, в набережных Челнах. Приехали сюда специально, чтобы встретиться с замечательным человеком. Давайте знакомиться. Розалия Фаезовна Абдулина. Мама российской футболистки Алсу Абдулиной. Розалия Фаезовна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Алсу Абдулина это совсем молодая, но уже знаменитая спортсменка-футболистка, которая однозначно войдет в историю как первая россиянка, приглашенная играть за лондонский Челси. Розалия Фаезовна, Алсу сейчас там? Там. В Англии? В Англии, да. Как вы ее туда отпустили? Это ее мечта была. Она уже с детства мечтала поиграть в Европе. И за это мы были готовы к этому. То есть вы себя настраивали уже где-то? Да, настраивали, что она все равно уедет туда, за границу играть. Слушайте, ну вот гордости и радости за успехи дочери превалируют или больше тревога, опасность какая-то там, да, вот такая материнская чистая? Ну, каждая мама уж переживает, особенно эта дочь. Она у нас, как говорится, самая младшая. Младшенькая. Да. Третий ребенок отметил. Да, за нее очень сильно все переживаем мы. Ну, давайте пойдем по порядку. Розалия Фаезовна, расскажите про свою семью. Где вы живете? Мы живем в маленьком поселке Актьюбинский, Азнакайского района. А Алсу там же родилась? Там же родилась, да. А поселок, на сколько, сколько тысяч человек там у вас проживает? Десять тысяч человек. Прекрасно. Чем славится ваша малая родина? Ну, как у нас, нефтяной поселок, это все отрасли нефтяные. Футболом у вас многие увлекаются в вашем поселке? Ну, все мальчишки, наверное, через это проходят. Все занимаются уж футболом. Спорткомплекс у нас есть там. Ну, то есть есть где развернуться, в принципе. И есть где начать футбольное образование. А с чего Алсу вдруг начала играть? У нее есть брат, который на два года старше нее. Вот он ее с собой везде, как говорится, водил. Там и давай на воротах стои, туда-сюда, там. Как не началась у нее эта футбольная карьера? То есть не то, чтобы с ее подачи, да? А вроде как он ее брал. Давай, вставай в ворота. И все, вот у нее все пошло потом. Ну, он осознает вообще степень своей вины, скажем так, в том, что сформировалась в итоге из Алсу? Да, он горд за нее очень даже. Ну, а про себя ты говоришь, что если бы не я, если бы не я ее таскал. Да, бывает и такое. Понятно. Ну, вообще Алсу в детстве, это такая обычная девочка? Вот есть представление, что если девчонка играет в футбол, то это такая хулиганка, а Тор вот такая вот, с каким-то особенным характером? Нет, очень спокойная она у нас была. Ну, и сейчас такая же. Ну, Овен она у нас, упертая есть. У нее вот эта упертость, да. Она своего обязательно добьется, если захочет. Мне кажется, вот этим она и смогла достичь всего этого. Терпение у нее очень такое. И она даже нам говорит, терпите, терпите, терпите. Любимое слово у нее. А я буду добиваться потихонечку? Да, да. А в школе как училась? Училась хорошо. Училась хорошо она. То есть нормально успевала по всем предметам? И закончила хорошо она школу. Сейчас в университете учится уже на третьем курсе. А университет по какой специальности? На тренера. На тренера? Да. Ну, а с девочками надружила или больше с мальчишками мяч гоняла? Были у нее подружки? Да, дружила. Но большинство у нее были друзья-мальчики. Я думаю, про Алсу, про ее характер и увлечения нам сможет также рассказать ее старшая сестра Альбина. Она у нас на связи. Альбина, здравствуйте! Альбина, вы старшая Алсу на 10 лет? Да, все верно. А вот знаете, часто на старших братьев, сестер возлагается такая большая ответственность. Пока родители на работе, нужно покормить, куда-то отвезти, возможно, как-то с уроками помочь. Как у вас с этим обстояли дела? Ну, какой-то пациент был такого, да, что как бы мама рано на работу ходила, папа тоже был на работе. Уж как бы какое-то время уж на меня это было, да, там, садик отвезти, в школу завезти. Как бы такой момент жизни у нас был, да. Были бы какие-то события, когда приходилось покрывать Алсу? Нет, такого не было, нет. А у нас очень ответственная такая, прямо этот, в этом плане там что-то, там проказничное, никогда такого не было у нее. Надо же, то есть послушная, спокойный ребенок. Да, да. Воспитанный. Да. На поле не скажешь, когда на нее смотришь. Ну, она там на поле уж эмоциональная, то есть я так, игроки, а не эмоционально. Ее же надо эмоции проявлять. Альбин, а вы не пытались как-то вот все-таки свернуть ее с этого пути на какой-то более девочковый вариант? Ну, там, увлечь ее куклами, шитьем, вышиванием, я не знаю, там что-то еще, еще каким-то, возможно, там, творчеством, таким более девочковым? Ну, в какой-то момент был там, да, как бы я ей там и куклу там как бы покупала, ну, не покупала уж там, как бы свои давала. Куклу, да? Да, говорю, давай поиграем там, ну, какой-то же, ну, прям по нему было видно, что, как бы, это не мое, там, мяч взяла, сказала, все, я пошла на улицу, да, мир, пошли. Мяч взяли и побежали, да? Да, да, то есть там, как бы, нет, у нее уже сразу видно было, что такой потенциал ее с ней жить, такой, идти вперед там. Скажите, вот каждый человек близкий нас чему-то учит, если оборачиваться назад, вспоминая все, что было у вас с сестрой, чему научила вас младшая сестренка? Так, никогда не сдаваться, никогда не оборачиваться назад, идти только вперед. А вам никогда не мешала разница в возрасте? Все-таки, ну, вот, я, например, знаю, у меня есть старшая сестра, там, она на 7 лет старше меня, и до того момента, пока у меня исполнилось лет 16, она меня за человек вообще не считала, и у нас как такового общения не было. У вас 10 лет разницы, никогда не мешало вам это? Нет, у нас вот родители сразу так поставили, что они всегда меня уважали, у нас вот уважение, ну, как бы, спасибо родителям, что они, ну, научили, их у меня, ну, уважают меня, как бы, в этом плане не было такого, что они когда-то меня не слушали, до сих пор даже, вот, за это уж им спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, старшая сестра Усу Абдулиной, Альбина была у нас в эфире, до новых встреч и удачи. Спасибо. Начинающая футболистка смотрела матчи по телевизору? Да, она всех знала по имени, по фамилии. Вот уже в том возрасте? В том возрасте, даже иностранные клубы она уже знала, да. А может, даже тайно была влюблена в какого-то футболиста? Да, был у неё кумир. Криштиану Рональду. Понятно, понятно. То есть, а сейчас есть у неё какой-то кумир? Или всё он же? Всё он же, да. Она ему верна. Да, да, да. Ну, плакаты, может, она его над кроватью развесила у себя в детстве? Была фотография, но она и сейчас у нас есть, где фотошопом сделали и его, и её. Кстати, я не удивлюсь, если скоро без фотошопа появится такая фотография, вполне себе реальная. Но уверена, первым настоящим авторитетом Олсу в футболе стал её тренер Владимир Леонидович Баландин. Первый тренер. Он у нас на связи. Давайте поговорим. Здравствуйте. Спасибо вам огромное, что вы с нами. Здесь у нас Розалия Фаезовна находится, так что можете тоже друг друга поприветствовать в эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет, всем всего хорошего. Владимир Леонидович, вы помните тот день, когда в футбольный клуб БАС, где тренировались, ещё раз подчеркну, одни мальчишки, вдруг на отбор пришла восьмилетняя девочка? Ну, как не помнить? Конечно, помню. Просто она не то, что именно на отбор пришла, она просто пришла с братом. Брат пришёл на секцию, он ходил на секцию в футбол. Она пришла с братом. Вот с этого момента и началось её, как говорится, футбольное счастье и карьера, как можно так сказать. Ну, ваша реакция была, заходит девчонка, вы понимаете, что у вас пацанов, значит, целый отряд, а вот тут всё-то нужно, значит, девчонка теперь возиться. Ну, как сказать, такого прям, чтобы не было девочки-девочки. Она, в это время уже я видел её, и она с мальчишками во дворе бегала. Она уже привыкшая была с мальчишками бегать, так что это для неё не новость была. Она с удовольствием влилась в команду мальчишек, я так думаю. Но не думая, так и произошло. А вот когда уже Алсу стала заниматься с мальчишками, у них не было вот такого отношения, что, ой, с девочкой тренироваться не хочу? Или, быть может, наоборот, Алсу забивала, показывала классный результат, а мальчишки злились, что какая-то девчонка играет лучше, чем они? Да, на мой взгляд, такого не было, потому что, не знаю, ну, по-моему, у нас и в мыслях, наверное, у мальчишек не было, что эта девчонка играет, играет. Они, наоборот, старались ей как-то навстречу пойти. Но она не отставала, ритм игры ловила полностью? Да она даже в некоторых этих случаях, моментах ещё и лучше была. У неё, как говорится, ну, было желание, она старалась, и у неё, как говорится, это всё получалось. А когда Алсу принимала решение уехать играть в столицу, она с вами как-то советовалась? Я договорился с Москвой, она об этом не знала, потом только я уже, когда договорился, начала разговаривать с родителями, что родители добро дали. Подождите, подождите, давайте, Розаля Фаезовна, то есть вообще и вы даже не знали, и Алсу не знала. То это Владимир Леонидович всё придумал, что на Москву нужно выходить? Ну, они с мужем вместе договорились. С папой, с Ренатом Владимировичем? Да, Володя. И вместе вот они решили её свозить на просмотр в Чертаново. Ну, вообще, гордитесь, что девочка, которой однажды именно вы дали дорогу в футбол, играет в английском клубе? Ну, это даже, по-моему, не обсуждается, конечно, гордимся. Весь посёлок, ну, в первую очередь, конечно, гордимся. Спасибо вам огромное. Первый тренер Алсу Абдулиной Владимир Леонидович Баландин. А решение поехать в Москву, вот девочка-подросток, сама принимала или обсуждалась на семейном совете? Муж пришёл и говорит, мы решили с Володей Баландином, это тренер её, повезём её в Москву на просмотр Чертаново. Я так спокойно на это среагировала, потому что я подумала, таких девчонок же полно, её, наверное, не возьмут. Почему-то я так подумала. Вы где-то в глубине души даже надеялись. Да, надеялась я, да. Думаю, ладно, пусть съездят. Ну, они поехали. Они поехали втроём? Втроём поехали. Три дня они там жили. И когда они уже, получается, домой возвращались, им позвонили, чтобы привозили Алсу. А так как муж у меня работает вахтовым методом, пришлось везти мне её. Собираем, плачем ребёнка. Я собираю ребёнка. Как я её оставлю первое у меня было? Как это всё произойдёт? А она сама как себя чувствовала в этот момент? Она была радостна, и то, что её берут. То есть что она будет играть в футбол, своим любимым делом она будет заниматься. Она, в отличие от вас, не плакала? Не говорила? Не плакала. Ничего. И вот вы поехали, приезжаете в Москву. Вы до этого в Москве часто бывали? Ни разу. Так, то есть вы первый раз приезжаете в Москву и приезжаете для того, чтобы оставить там дочку, 13-летнюю. Да, да, да. А вы вдвоём поехали с ней? Мы вдвоём поехали. Там племянница у нас в Москве была. Вот она нас встретила. Ну, то есть хотя бы был шанс не потеряться в Москве, да? В первый раз, тем более. Да, да, да. Я её оставляю и вечером уезжаю домой вся в слезах. Ну, она тоже, конечно, осталась в слезах. Не будем страдать, мы знаем, что Алсу попала в надёжные руки. Большую поддержку девочки оказала Татьяна Никитична Бикейкина, тренер футбольного клуба Чертанова. И она у нас в программе. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Никитична. Розалия Фаезвина. Роза, Роза, привет. Привет всем. Роза, привет. Рада слышать вас. Татьяна Никитична, к вам в команду часто девчонки из регионов приезжают? Да, да, часто приезжают из регионов на просмотр. И до тех пор, да, мы пользуемся такой популярностью, потому что Академия Чертанова является одной из лучших школ вообще в России. Татьяна Никитична, вы как-то вспоминали, что на первых тренировках Алсу пришлось так тяжело. Уровень других девчонок в Чертанове был тогда значительно выше. Даже тогда, даже папа Алсу сказал, нам тут делать нечего. Почему же вы все-таки решили в итоге ей дать шанс? Вы помните вот эту всю историю? Да, конечно, ну как же так? Конечно, мы любого ребенка, который проходит через нас, которых мы воспитываем, обучаем, мы всех запоминаем. А Алсуня, она уникальный ребенок, уникальный, потому что там все совпало, понимаете. Она одаренная в том смысле, но поздно, поздно, как бы в тот период попала к нам. У нас хорошего уровня уже девчонки. А когда хороший уровень и совпадает с желанием ребенка обучаться, Алсуня, она вообще уникальная. Она до того солнечная была, до того позитивная. Ну, это сказывается вот именно воспитание семейное. У нее прекрасная семья, и Роза, и Ренат, папа, замечательные. Мы всегда были на связи. Было ей очень тяжело, потому что она не показала то, что нужно было показать и соответствовать уровню команды. Но что-то в каждом тренере, наверное, интуитивно мы чувствуем, чувствуем. И мне пришлось, да, побороться за Алсуню, потому что она такая, ай, как вам сказать, она прям в глазах у нее читалась. Типа того, я ничего не умею, но я обещаю, что я буду делать все, учиться, обучаться, терпеть и расти. Вот она, вот в глазах, возможно, я тогда прочитала. И впоследствии потом она оказалась, что она обучаемая. Она к этому стремилась, очень стремилась. И с ней было легко, очень легко, но ей было очень тяжело. Когда я видела, и она тем более в интернате, пришлось там с руководством где-то побороться, там просить, умолять, доказывать под свою ответственность. Места в интернате не было? Или что? Ну, она не соответствовала тогда. Понимаете, мы берем в интернате уже, берем, она должна быть даже выше на голову тех девчонок, которые были уже в команде. А тут ей приходилось где-то даже начинать с нуля. И ей сложно было сразу окунуться в силу характера. У нее очень мягкий характер. Вот до сих пор охранники, охранники до сих пор вспоминают, когда меня видят. Вот я захожу. Они говорят, Татьяна Никитина, мы следим за лсу, как она там играет в Челси, там то-то, то-то. Но они помнят самое доброе. Она, говорит, еще маленькая, там, 11-12 лет, она нас пирожками кормила охранников. А мы, говорит, ее успокаивали, поддерживали, терпи, что ты не дома, терпи. А так был, был период, когда она, я смотрю, даже в интервью вспоминает, когда Татьяна Никитина уже не выдержала, потому что дошло до истерики, что тяжело ей. Все, ухожу, уеду. Пришлось, я не знаю, так психологически на нее повлиять жестко. Я сказала, что давай, пойдем, я тебе паю билет, собираем чемодан, я тебя провожаю на вокзал, но у тебя больше шансов такого не будет, Татьяна Никитина. И вы представляете, вот все, истерика прекращая, прекращая, прекратилась, она нырнула в класс. И после этого она как-то по-другому уже контролировала эмоции, там, поведение. Друзья, и так, еще раз, у нас в эфире была тренер футбольного клуба «Чертанова» Татьяна Никитична Бикейкина. Успехов, удачи, всего самого доброго. До свидания, Татьяна. Всем привет, Алсуне, привет и успехов. Слушайте, сколько в общей сложности в «Чертанова» почти 5 лет Алсу пробыла, да, в команде? Да, 5 лет. Все-таки за это время сколько раз вы ее хотели забрать домой? Или вот какой-то один такой срыв был, про который Татьяна Никитична только что рассказывала? Первые полгода. Самый сложный. Самый сложный был, да. Даже вот она сама тоже вспоминает Алсу и говорит. Мама позвонила и сказала, хватит нас мучить, хватит сама мучаешься, давай собирай вещи и домой едешь. Но про футбол забываешь. Никакой футбол и здесь вы к тебе не будешь ходить, но футбол ей сказала. И это самое. Вот она говорит, мам, я это тоже так запомнила. То есть Алсу пережила два ультиматума от мамы и от своего тренера. Да, да, да. Но вы же ей специально сказали, что она не будет в Актюбинске ходить в футбол. Специально, потому что она же бредила этим футболом уж. Любила, как говорится. Из-за этого я знала ее эту точку, я ей так сказала. Потому что Татьяна говорит, не забирайте, не забирайте. Все это мы преодолеем. Вместе, вместе, это самое. Все нормально будет. Она нас успокаивала. А папа каждый день слышал от вас упреки по поводу того, что все из-за тебя, ты дочку отвез. Ну, не каждый раз. Когда ревела уж она. Тогда вы быстренько приводили, и полгода получается только. Вот ты ее туда отправил, вот ты виноват. Я дочь не вижу, она далеко. Еще плюс к этому родители нас ругали. Ваши родители? Наши родители. Как это так вы ребенка в таком маленьком возрасте отправили куда-то? Что, она будет у вас до пенсии играть в футбол, что ли? Подружки быстро нашлись. То есть она в плане общения легкий человек, Алсу? В плане общения она, знаете, это самое. Со всеми она дружит, но чтобы близкие были у нее один-два только. А смотрите, если возвращаться опять-таки к юному возрасту и к тому моменту, когда она была в интернате. Вот уже, как рассказывала Кристина, они же выходили в кинотеатры, да? То есть у них был свободный выход абсолютно, неконтролируемый в город. Это с какого возраста? То есть лет с 14-15 они свободно могли уйти? Ну, они отпрашивались, опять же, у Ирины Владимировны отпрашивались, да. Мы пойдем, например, в кино, там, мы это записывались, что. Вас как-то чем-то пугала Москва вот в этом плане, что девчонки выходят вот в этот такой большой город, далекий и неизвестный? Ну, первое время пугало, но потом как-то успокоились мы. Потому что вот Кристина была, у Кристины родители мы тоже общались вот так. Они ее в гости приглашали на воскресные обеды, там, как говорится. Ну и, как вы уже сказали, практически второй мамой для Алсу стала воспитатель футбольного клуба Чертанова Ирина Владимировна Лебедева. Давайте с ней пообщаемся. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Ирина Владимировна, а вы до сих пор работаете воспитателем в футбольном клубе Чертанова? Да, да, я работаю, да. Воспитываем новое поколение. А расскажите, пожалуйста, что входит в ваши обязанности? Ну, в мои обязанности входит, ну, то, что касается дома. Как они покушали, процесс воспитания, ну, как вот родители воспитывают своих детей. Кто где вещи бросил, кто когда за уроки сел? Да, порядок, да, уроки, все это обязательно. Ну, и еще плюс беседы о хорошем, о плохом, как надо поступать, как не надо поступать. Ирина Владимировна, вы говорите, что как родитель. А, то есть, ну, вот у мамы, папы, вот, например, у Розалии Фаизовны там трое детей, а у вас сколько одновременно вот так вот бывает за выпуск? У меня восемнадцать. Мама восемнадцати детей, по сути, можно сказать, у нас в данный момент в программе. Здорово. А как вообще, Алсу адаптировалась, помните? Ну, да, конечно, я помню, в общем-то, каждого своего ребенка. И я говорю, вот вы позвонили, говорю, ну, в каждой, наверное, девочке, которую я воспитала и выпустила, есть частичка моей души. А что для нее было сложнее всего в первое время? Ну, без мамы, без папы ей, конечно, было очень трудно. Она и переживала, и плакала, и в школу идет со слезами бывалочи. Вот, ну, потом как-то общими усилиями. Вот тренер тоже, мы с ней в паре все время общаемся, вот Татьяна Никитична. Ну, потом у нее были две подружки, Жеваря, Кристина. Ну, вот как-то они сдружились, сидели вечерами, литературу художественную читали. Знаете, такие чтения, трудная же литература, типа, вот, вечера на хуторе Близди Каньки им задавали. А наверняка было много ярких каких-то историй. И понятно, что вот вроде такая хорошая, но неужели ни разу не попадала в какие-то передряги, как-то куролесила? Ну, вы знаете, как сказать, куролесила, это мы говорим, как куролесить, это давай дома. Хоть по потолку, дома с мамой. Здесь все-таки дети без родителей, мы за них отвечаем. И у нас большое количество педагогов, которые отвечают за детей. И как бы мы все вместе в тандеме стараемся, чтобы они не куролесили. В общем, как-то я сейчас прям поверила во все это и даже как-то подсобралась вот так вот, сидя здесь перед микрофоном. Спасибо вам большое, Ирина Владимировна Лебедева, воспитатель футбольного клуба «Чертаново», который сейчас воспитывает новое поколение спортсменов. Спасибо вам большое. Розалия Фаезовна, давайте вспоминать недавние практические события. Алсу пригласили играть в команду английских леди. Как на вас свалилась эта новость? Что с вами происходило? Мы до последнего, как говорится, еще сомневались в этом. Потому что Алсу позвонила, сказала, мам, агент позвонил. Вроде мной интересуется клуб «Челси». Ну, я как-то это... Вот она, о господи, это вообще не хватало. Я как-то уж отнеслась к этому спокойно, думаю, вдруг что-то опять не то получится или что. Ну, как говорится, это самое, в душе, конечно, было то, что она к этому стремилась, она хотела. И мы как-то уже были готовы, что она все-таки когда-то уедет из России. И за это к этой новости отнеслись спокойно. Но не было дикого восторга, вот это же «Челси». Нет, мы сами по себе такие люди, или воспитанным, и так, мы никогда своих детей не хвалим. Мы и их не хвалим. Мы рады тому, что ее хвалят. Так же вот это самое. Наша программа, по-моему, как раз придумана для того, чтобы компенсировать тем детям, которых не хвалили родители. В общем-то, за одну программу сейчас это... Все говорят, это гордость, гордость. Вы знаете, в душе, конечно, мы горды за нее, все, но... Прям вот там, ой, у меня дочка такая, у меня дочка такая, у нас нет такого. Скромно. Скромно. Сдержанно, а в глубине души тут уже это все мое. Да, да, да. И вот даже говорят, ты что работаешь? У тебя же дочка за границей, там, наверное, денег много там. Есть такие... Уже начались такие разговоры? Да, 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 да. Я напомню, что Алсу ехала только в январе? Да, да, да. Ага, а уже разговоры, ты что работаешь? Да, сиди дома, ты что там работаешь? Такое есть тоже. Что вы отвечаете? Я говорю, это ее деньги, во-первых, как говорится, это не наши деньги, но, однако, она очень хорошие подарки делает, когда приезжает. Какие? Может, поделитесь? Первый подарок был у нее, как она получила зарплату. Духи она мне хорошие купила. Я помню, турецкие, дорогие. Что еще было? И еще подарок папе на 55 лет она подарила машину. Умничка. Молодец. Папа, наверное, плакал от радости. Да, да, да. А как Лондон принял Алсу? И как она его приняла? Мы с ней разговаривали, она очень переживала, конечно, то, что это другая страна, другой язык. А она до этого там не бывала? Нет. Ну, она была там, в Англии-то, на играх была она, но все равно это же уезжает, это одна все-таки. А где она там живет сейчас? Челси, сняли ей домик там, домик на двоих хозяев. С одной стороны, украинцы живут, а с другой стороны, наш Алсу. Тоже все из команды, да, участники? Нет, нет. А, просто сняли? Просто домик сняли, да. Там две комнаты у нее, она потихоньку обустраивается. Самое главное, как ее встретила команда? Команда встретила очень тепло. Она все думала, что это все-таки же такой клуб европейский, самый такой престижный. Там играют такие звезды. Она все думала, что, ну, все же высокомерие что-то будет. Но она в первый же день, она позвонила с такой радостью, мам, меня все обняли, все так хорошо приняли. А что у нее с языком? Что у нее с английским языком? Потихонечку она одолевает это все. У нее два репетитора. Ну, то есть вот на момент подписания контракта она английского не знала? Почти не знала. Ну, она понимала, конечно. Она говорит, я понимаю все, но опять же, надо же, как говорится, наяву это все, общаться. Первое время она все говорила, я ищу, хочу услышать где-нибудь, вот, например, в магазине русский, вот, чтобы кто-то что-то на русском сказал. Вот это вот родное я хотела услышать, говорит она. Вам удалось побывать на победной игре, когда девушки-локомотивы стали чемпионками страны? Нет. Нет, нет, не были мы там. По телевизору смотрели? По телевизору смотрели, да. А как отмечали дома золотую медаль? Радовались уж, восторг был, кричали. Ну, шампанское, какой-то деликатес у нас стоило поставили, соседей, быть может, позвали. Нет, такого не было. Скромно все. Кто у вас больше за футбол болеет? Папа, наверное, такой, да. Папа, папа у нас. Ну, папа-то отметил. Папа, да, мир. Папа отметил я хотя бы, вот, думаю, золотой медалью. Наверное, отметил, я уже не помню. Вы потеряли контроль над ситуацией, понятно. А с главным тренером Алсу в «Локомотиве» вы знакомы? Знакомы, да. Ну, у нас сейчас есть возможность еще раз с ней пообщаться. На связи Елена Александровна Фомина, главный тренер московского клуба «Локомотив». Добрый день. Спасибо вам огромное, что вы в программе. Розалия Фаезовна здесь у нас тоже, Абдулина. Здравствуйте. А когда вы впервые обратили на нее внимание? Обратила внимание, она была в молодежной сборной. Я тогда была тренером национальной сборной основной. Молодежной сборной наблюдала за ней, смотрела. И, в принципе, мы вели... Она еще в Чертаново тогда была, соответственно. Да, да, она была в Чертаново. И, конечно, в Чертаново во внутреннем чемпионате, во время матчей, простите, во время турниров каких-то, где они участвовали. В принципе, о Балсу у меня давно уже информация. И мы хотели ее пригласить в «Локомотив». Какие-то особенности? Это такая длительная карьера. Длительная. И длительное наблюдение за игроком. Какие-то ее особенности? Вот вы подчеркнули для себя, вот конкретно, меточки такие сделать. Так, Абдулина, это вот это, вот это и вот это. Ну, конечно, она играла в обороне. На мой взгляд, она была таким достаточно агрессивным защитником, который хорошо играл в отборе. У нее, ну, естественно, для нашего чемпионата, что редкость, это левая нога. От этого мы страдаем немножко. И поэтому тема была и уникальна, что мало очень левоноких футболистов. Вообще, женский футбол, это вот эмоции, очень острое ощущение, пожалуй, иногда даже поярче и пожестче, чем в мужском футболе. Какая в этом плане лсу? Вот в эмоциях на поле, в игре. Ну, на поле, в игре она вся отдается футболу. Понятно, что все эмоции у нее, такие, наверное, немножко отличаются от жизни. Потому что в жизни она спокойна. На поле она совсем другой игрок. И неуступчивая, и также эмоционально переживает за результаты, за какие-то моменты эпизодические, которые происходят вот сейчас, в данный конкретный момент. Поэтому, мне кажется, что такой достаточно боевой характер, готова решать высокие задачи. Потому что многим футболистам у нас, ну, честно, да, если говорить, то характер является очень важным фактором. Могу только догадываться, что может переживать тренер, да, вот футболистка, спортсменка которого, ну, достигла действительно такого исторического успеха. Это ведь действительно впервые в женском футболе россиянку пригласили играть в столь престижный клуб. Вот ваши комментарии по этому поводу. Ну, конечно, кроме радости за нее, и в целом, да, за команду, и за ту работу, которую она сделала, что дала ей возможность оказаться в таком, наверное, высоком по рейтингу клубе. Для меня это только гордость за нее, она молодец, и очень, как, наверное, у любого человека, да, переживание, чтобы лишь бы она играла в составе, что в таком возрасте необходима игровая практика, очень хотелось, чтобы она поехала играть. И это приглашение действительно стало, наверное, таким еще стимулом для других девчонок заниматься, играть, и она как пример такой, как у нас впервые проходит. Елена Александровна, я знаю, вы с командой часто смотрите какие-то спортивные, мотивационные фильмы. Вот в прошлом году в прокат вышел фильм о женском футболе с любовью Аксеновой в главных ролях, называется «Не футбол». Мы смотрели его? Да, смотрела. Вот там действительно все так, как и есть? Не воспринимают женский футбол, женщинам сложно. Есть какая-то связь с реальностью? Ну, конечно, есть, потому что, ну, была, наверное, до определенного времени. Сейчас больше о нас говорят, и российский футбольный союз, конечно, очень много делает для развития, для популяризации. Уже женский футбол не вызывает столько вопросов и негативной какой-то реакции. Ну, естественно, это там благодаря руководству. Спасибо вам огромное. Главный тренер московского клуба «Локомотив» Елена Александровна Фомина была у нас здесь. Розалия Фаезовна, у вас заслушалась. До свидания. Судя по некоторым заявлениям для прессы, Алсу Абдулина уже составила для себя глобальный план жизненных событий. Я сейчас его даже осмелюсь озвучить. До 28 лет играть, потом родить ребенка и стать тренером. Розалия Фаезовна, с вами этот план согласован? Согласован. Серьезно? Да, да, да. И вы пришли к выводу, что это логично и так правильно, вот именно по такому пути идти? Да. Каждой девочке надо выйти замуж, создать семью. Да, у нас на первом, как говорится, на первом месте это создать семью, потому что у нее у сестры трое детей, она это прекрасно все видит. Елена Александровна нам уже сказала, что на поле она другая немного, неуступчивая, упертая. А что вас больше всего удивляет в дочери, когда она вся вот в игре? В первое время я не могла смотреть игры, потому что, как говорится, там такая борьба идет и падает, и, как говорится, там... Настоящая спортивная злость есть, да? Да, да, да. Сейчас я к этому отношусь, что так должно быть, наверное. Еще сижу и говорю, ну вот, типа, здесь пожестче надо было сыграть, здесь так-то надо было сыграть. То есть у вас тоже какая-то такая эволюция произошла уже в сторону именно... После игры она... в первую очередь она мне звонит, конечно, после игры. Ну что, мам, ты смотрела, как, что? Я говорю, казалось, все хорошо. Потом она звонит брату, брат уж ей там все высказывает. Ты там так-то, так-то, у нее настроение сразу падает. Потом она звонит? Потом она сестре звонит. Сестра успокаивает. То есть брат такой критик? Да, критик. А папе? Я говорю, улыбь ты хоть немножко уж, это самое, так сильно ее не критикуй. Нет, она же сама, говорит, просит, чтобы я все ей говорила. А он жесткий у нас такой. Мы его долго ждали, вот он появился в студии. Папа Алсу Абдулина и Ренат Добирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы же нам как родной. Мы здесь вот все это время разговаривали с Розалией Фаезовной и про вас в том числе. Ренат Добирович, просто футболистки Алсу Абдулиной могло и не быть. Могла быть хоккеистка Алсу Абдулиной. Да, есть такой момент. Ну-ка, расскажите, это же тоже на вас история завязана. Да, она даже меня поблагодарила за то, что мы не поехали туда на другой день. Так, подождите, по порядку, куда вы не поехали? Все по порядку, сейчас мы... Я возил ее в Альметьевск на тренировки там, как бы... И возил на тренировки, пригласили ее там, как бы продолжать свои способности в другом городе. Поехали мы потренировались, я обычно привожу ее, она потренируется там, это было летом как раз. И жду, сижу, после тренировки забираешь. И как раз там уже, как там у нас в Альметьевске дворе спорта, большой и малый зал был, есть и сейчас есть. А здесь уже, как бы, поля под футбол. Ну, проходили мимо. Пап, можно я попробую? На хоккей там, как раз, возле дворца проходили. Она предложила первое? То есть вы ей никак не намекали ничего? Нет, я ей сказал, я козыму, ой, это, знаешь, я сам хоккеиста. Хоккейм увлекался, я знаю, что такое, сумки, клюшки, коньки. Это, я говорю, тебе большая сумка такая, ее таскать надо все. Ну, ладно, говорю, раз хочешь, так не проблема, съездим. А, мы пошли к тренеру, договорились там, можно на просмотр вот так. А там была уже женская команда, девочки хоккеем занимались уже. Ну, ладно, приезжайте завтра, говорит, на просмотр. Ну, все, она такая довольна, радостная, попробую в хоккей. Так когда же она научилась? Там момент, когда она с праздником просмотра. Зимой. Зимой она приезжает, играет, да. Уже каталась она до просмотра. Ей нравилось тоже на коньках кататься. Утром так у нас и не получилось как-то поехать. Машин сломалась? Ну, все уж не говори, машин сломалась. Подумают у них какая-то машина такая. Древняя. Могла бы сказать. Скорее же, был буран. Да, буран. Метель. Мы не смогли. А в этот раз приехала она уже как бы в Челси собралась. Пап, очень спасибо тебе. Что мы, ну, что не смогли поехать. Ну, я говорю, Аллах, наверное, видел там, что не надо вам хоккеем заниматься. Вы же играйте в футбол, занимайтесь спортом. А так она приезжает, она катается, у нее коньки есть дома. Клюшка своя есть. Спортивная девчонка, разносторонняя. Ее уже все знают, алсу-алсу-алсу. Ай-да, ай-да, вот тебе место, это тебе место, вот здесь садись, раздевайся, давай, говорит, шнурки я тебе завяжу. Так уж нет, Инна, ну зачем ты говоришь так? На лыжи не ходишь, я хожу с ним. Серьезно тебе говорю. Серьезно. Я говорю, нет, спасибо, ребят, не надо так. А тебе не завязывают, когда ты не ходишь? Нет, у меня лыжи только застегают. Обожаю. Программа становится все более и более семейной. По-моему, сейчас самая прекрасная атмосфера. В один день на лыжи пошел, на прокат взял, что-то здесь. Ну не скажу уж, кто это хотел застегнуть там, эту лыжи. Я говорю, платить надо. Не надо. Вы уважаемый человек, я даже могу, говорит, лыжи вам застегнуть. Я говорю, нет, нет, спасибо, вы что, не надо. Энергичный такой этот, я уже сам. Вот такие моменты даже бывают. Смотрите, вот мы уже про команду поговорили, но у нас как-то еще пока не получалось подробно поговорить про сборную. Это же тоже отдельная история, я думаю, особенно Ренат Добирич, для вас, для человека, который, наверное, больше погружен в структуру спорта и в понимании того, что приоритетнее, авторитетнее, куда круче попасть. Ну и, конечно же, любой спортсмен в стране, когда понимает, что его приглашают в национальную сборную, это уровень. Вот про ваши впечатления, про ваши эмоции от этого события можете сейчас вспомнить? Да, как ее национальную взяли, сборную пригласили. Она начала уж первую игру играла. Мы уж так, как бы, очень рады был я, я был, сын рад был, супруга, все уж за эту же... Гордость. Очень гордость, как бы, за национальную, за Россию играет. И этот... Друзья звонили, поздравляем, как ей до слез радостно, как говорится, за сборную. И как ее пригласили в Челси тоже, друзья все звонили и говорили, до слез радостно, мы гордимся. И комментатор, она же еще, как бы ее... Я сейчас не вспомню, сколько ей лет было. Самая молодая была она сборной в России национальной. 16. И вот, как бы, самая молодая была, и комментатор уж, как бы, ее хвалил, хвалил его. Я уж с кресла так вставал, круто расширялся. Плечи разворачивали. Про мою дочку говорят. Да, ну, очень я счастлив был. Наша семья, родственники все. Розовый цветок, алая вода. Как правильно перевести значение имени Алсус татарского? Розовая вода, наверное. Розовая вода? Угу. Почему вы выбрали это имя для дочери? Вообще мы ее хотели назвать Алина. В роддоме я ее Алина называла. Приезжаем, а у нас так принято Мулу звать и имя давать. Вот мы приехали домой, тут собрали бабушек, дедушек, Мулу позвали. Я что-то вышла, а тут Ренат принес ее на подушке маленькой, ну, надо вот так. По обычаю. По обычаю на подушку, и ей имя дает вот этот вот Мула. И говорит, а как у нее имя Мула спрашивают, как назовем? А у меня мой отец говорит, Алсу. И все, вот назвали мы ее Алсу. То есть поменять сверещание было невозможно? Нет, потому что баба и так захотел. И вот баба, это у нее был кумир потом, вот он, как говорится... А простите, он забыл, что ее хотели назвать Алиной? Или просто он сам? Вот он сам захотел. И никому он не рассказывал? Не говорил он нам, что хочет ее Алсу или что. Он вот, говорит, ее Алсу зовут. И все, Мулат дал имя Алсу. Знаете, вот так у нас произошло. Удивительная история. Ну, вы не расстроились? Нет, мы даже сейчас. Да, но это мое было нелюбимое имя со школы, как говорится. Не любила я это имя, но сейчас я полюбила. Почему бы, да? Не знать. Не нравилось мне это имя. Я аж села, еще ревела сколько. Может, кто обижал? Нет, не обижали. Потому что обзывали там одну девочку. Да? Да. Ну, ничего. Мы же хотели нам еще историю рассказать, что Алсу родилась в семимесячной. Да, родилась она у нас семимесячная. Должна была в июне родиться, в апреле родилась. Когда ее принесли мне, она была кило девятьсот, я ее развернула. Она такая маленькая, такая худенькая. Я думала, оф, как я из нее выращу ребенка. Прям потому что у меня те дети. Альбина у меня четыре килограмма была, Дамир четыре с половиной. А тот такой маленький. Но мы ее два раза в день в бане купали. Вот. И она у нас быстро, как говорится, вес набрала. И вот такая вот она у нас получилась. С самого рождения в баню она ходила. Да. А сейчас как она к бане относится, если нет привычка. Любимая. Да? Да. Как бы мы с детства детей приучали в баню. Да. Попарить, в парилке посидеть. У нас как бы дача есть. Давайте послушаем, что нам скажет об игре Алсу Абдулиной главный тренер женской сборной России Юрий Анатольевич Красножан. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые ведущие радиослушатели. А также Ренат Добирович здесь еще. У нас сегодня прям целый семейный совет Абдулиных находится. Здравствуйте, Ренат Добирович. Очень приятно, когда вся семья здесь. Юрий Анатольевич, а вот история Алсу, по-вашему, может стать дополнительным таким стимулом для младых девчонок? Конечно. Не может, она уже стала, я считаю, эта история. Все-таки попадание из небольшого поселка в Татарстане, попадание в большой клуб, изначально в Чертаново, потом в Локомотив. И вот сейчас такой этап, этап развития, попадание в Челси. И просто для девочек это как наглядный пример. Если ты работаешь, если ты во главу ставишь свое развитие и свои достижения, то все может случиться. Ее очень трудно с поля выгнать вообще. Она после тренировки остается, до тренировки раньше приходит. Если нет возможности, они с Мариной Федоровой выходят на стоянку для автобуса, откуда отъезжаем, к примеру, на тренировке. А по-другому не может быть развития, не может быть совершенствования. И вот этот этап, он очень важный для Алсу. Не просто, что она попадает в именитый клуб, а то, что в этом клубе она приобретает новую идею развития. И очень надеемся, что у нее все получится. Юрий Анатольевич, я хотел бы вам пару поблагодарить вас. Спасибо вам большое за то, что вы ее приглашаете в национальную сборную. Поддерживаете ее. Мы очень рады. Вы знаете, тренером сборной не так сложно работать в этом плане, потому что не благодаря чему-то мы приглашаем, а то, что сами девочки этого заслуживают реально. А мы просто не можем это не отметить и не заметить. У нас в эфире был главный тренер женской сборной России Юрий Анатольевич Красножан. Это было прекрасно. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго. А чем она вообще занимается, когда приезжает домой? Вот понятно, что сейчас из Челси пока она только уехала и, скажем так, ее постанглийский отдых еще непонятно, каким он будет. А вот до того, когда приезжала с Чертаном, когда приезжала из Локомотива. Вот ее отдых дома. Что он собой представлял? У нее пробежки вот эти вот все, как говорится, занимается она этим. Правильно, питание. Да, правильно. То есть спортивный режим дома не нарушает? Нет, нет. Вот так нам по хозяйству помогает. Вот. Что, неужели лишние руки на огороде не нужны? На даче? Все делает. Что скажешь? Не скажешь? Что она городская. Скажешь, не надо делать, все равно делает. Да. То есть вот там пополоть грядочки, покопать картошку. Навоз потаскать. Все может она у нас. Ринат Добирович, вам спасибо огромное. Мы ждали вас в программе уже, да, соответственно. Роль ваша, безусловно, велика и в целом семье, и конкретно в судьбе вашей дочери Алсу. Так что вам огромное спасибо за участие. И, конечно, отдельно самая искренняя, самая большая благодарность маме Алсу Абдулиной, Розалии Фаезовне. Мы вам очень признательны за вашу искренность, за вашу открытость. Поэтому спасибо огромное. Желаем удачи. Спасибо. Само собой, удачи, успехов в вашей замечательной дочке Алсу. Спасибо вам. Спасибо вам за приглашение. Мы очень рады. Да. За такую организацию. Вам спасибо большое. Спасибо. Все выпуски программы «Мама знает все» доступны на подкаст-платформах Яндекс.Музыка, Apple Podcast, 101.ru, ВК и Google Podcast, а также на сайте авторадио.ру. С вами была Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Мы прощаемся ненадолго. До следующей недели.